Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы с вами находимся в телестудии телеканала СГУ-ТВ в программе «Кумиры 70-х-80-х годов». Гости нашей студии и программы – это Игорь Офицеров, солист группы «Поющие сердца», лауреат всесоюзных и международных конкурсов, и Максим Офицеров, солист, певец, композитор, аранжировщик. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Максим. Семья у вас музыкальная. И Игорь, наверное, влиял на Максима, когда первых шагов музыки. До сих пор влияет. Конечно, влияет. Вы, наверное, чувствовали, Максим, с самого детства, какая величина. Игорь, когда приходили музыканты, вы на концертах бывали. Расскажите об этом времени, как вы постигали первые шаги у вас в музыке. Ну, первые шаги – это, конечно, было сыгревать с папой на концертах, и мне довелось, в принципе, очень, ну, не знаю, ну, это счастье, на самом деле. Поездить пришлось. Поездить пришлось. И было очень интересно, конечно, за кулисами. То есть, и на гастроли, и в зале посидеть, и смотреть концерты, вот. Ну, в принципе, когда был маленьким, не то, что прям как-то чувствовалось, что вот папа какая-то там величина огромная. То есть, когда ты малыш, это более, то есть, как-то так, все по-детски воспринимается, то есть, папа поет. Ты сам маленький, и папа такой же маленький. Нет, ну, сейчас как-то, кстати, наоборот, я вот приезжаю, и на самом деле, то есть, я понимаю, что да, вот, папа на самом деле, то есть, был популярным человеком. Говори, говори, сынок. И сейчас, кстати, до сих пор, мы вчера, например, вот, отыграли концерт вместе, вот. И, ну, как-то сейчас это более, то есть, понятно, да, более осознаю, что насколько на самом деле, то есть, он знает всех практически популярных исполнителей. И его знают. И его знают, и знают, и уважают, и это как бы приятно. Ну, вот, а в школе ты, наверное, играл в каком-нибудь ансамбле, ну, вот как обычно, там, 6-й, 7-й класс. Я пел в школе, я пел в школе, меня, вот, там, на всяких, я не знаю, как, звездочки, не звездочки, там, представления. На ту зонку? Какие-то, ну, да, ну, нет, на школьных мероприятиях я пел, то есть, да, вот, учитель по-музыски знал, что у меня папа певец, и, то есть, она знала, что я могу петь, и мы там занимались, то есть, я выступал, пел перед школой. А в ансамбле ты не играл, не было ансамбле? В ансамбле, нет, не играл, ездил одно время с ансамблем «Ласковый май», вот, то есть, я выступал в этом ансамбле, но... И вот, и как это, звучали же песни в исполнении Игоря Васильевича, вот, и все... Один раз, да, один раз даже в фильмах... Они и сейчас звучат... Да, нет, ну, я про то время... Сейчас ты по радио едешь в машине, опа... Как вот твои друзья, вот, относились, что... Мои друзья, как-то, это все-таки мое поколение, то есть, они не так были знакомы с творчеством, а вот родители друзей, и люди постарше, все знают, вот, кого не спросишь, особенно, вот, песня «Кто тебе сказал», «Листья закружит», все знают, все удивляются, «Твой папа пел это» не может. Смотрите... Нет, на самом деле, причем я живу в Лос-Анджелесе, и там даже люди старшего поколения, в основном, все помнят, он сказал, «Папа, у тебя пел? А в каком группе? А группа «Поище сердце»?» А вот название как-то не очень... А что же они пели? Вот, кто тебе... А, это твой папа пел? Да, вот... А в Америке ты общаешься с музыкантами, выходцами из Советского Союза, будем так говорить? Вы знаете, я пытался одно время найти музыкантов, но в основном только с американцами, только нашел американских музыкантов, а большинство... Ну, как бы, ну, я был заинтересован, то есть, в организации группы, где игрались бы англий... То есть, песни на английском языке, а в таком более европейском, американском рок-стиле... Ну, русскоязычные музыканты, они особенно не пробиваются, не достигают каких-то высот, да? Ну, не то, что они не пробиваются... Ну, парк Горького там... Вот, да, вот единственная группа, вот, не знаю, парк Горького... Ну, вот, Алёшин, я там жил в Америке, но как-то не слышно, да? В основном в ресторанах, очень популярно в русских ресторанах, в основном, все русские музыканты... Вот Гаина там, это, из круиза, не слышно, да, там, Дима? Да нет, я... Я тоже был там в Лос-Анджелесе. Ну, там просто такое... у нас такое количество музыкантов, что вот в любой... ну, не в любой... в клуб придешь вечером, просто посмотреть, вот люди играют, и думаешь, вау, вот это музыканты. И на высоком уровне, да? На высочайшем уровне, то есть... Ну, там даже это, уличные музыканты, кто обладает... Да, вот поэтому просто такое... Техникой. Такое количество музыкантов. Там очень интересно, на выходные дни на набережную вот идешь, кого только нету, там и гавайские, и ямайские, и кубинские музыканты, то есть... Я вот, Максим, у меня, к сожалению, не получилось, он говорит, что потрясающее, абсолютное зрелище, собирается вот несколько, ну, просто спонтанно, да, сэйшн, да, несколько десятков барабанов самых разнообразных. И, говорит, вот этот ритм, они начинают играть, то есть, тут, 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 и так укачивает, просто безумие такое. На океане каждый день же традиции, люди приходят, то есть, организуют кружок, вот у них разных форм и звуков барабана, и садятся, и вот... И там, под вечер, то есть, человек 300, наверное, собирается, толпа такая, то есть, там, так это все... Это как праздник уже. Да, на самом деле праздник, то есть, люди танцуют, люди просто сидят, слушают, люди играют, то есть, такой... Штат Калифорния, да? Штат Калифорния, город Лос-Анджелес, да. И, насколько я знаю, ты причастен к театральному и киномиру. Причастен, да, я отучился два с половиной года в школе, работал в... Это в Голливуде, да? В Голливуде, работал, в принципе, во многих сериалах, в рекламе, даже в некоторых фильмах. У меня друзья, очень хорошие, кстати, тоже русскоговорящие из Москвы, я с ними познакомился там, но они уже гораздо... Ну как, они моего возраста, но они переехали раньше, чем я, вот, чуть постарше, чем я. У них своя компания, то есть, они делают музыкальные видео, они делают фильмы, делают клипы. У них есть свой сайт на интернете, который, в принципе, можно посмотреть где угодно. И там есть, вот они сделали для меня музыкальные видео. Я думаю, мы посмотрим. Там есть несколько фильмов с моим участием. Интересно. А как вот у тебя общение с американскими, ну, со звездами ты общался, вот, или более-менее со звездами, вот, в кино, ты же... Ну так, да. Происходит общение с режиссерами, там же сценаристы, там... Ну, в принципе, тяжело, потому что, да, когда работаешь, все случается очень быстро, то есть, если какое-то общение происходит, это более там, что нужно вот сейчас так и так, и так сделать, так и так, и так. То есть, люди, в принципе, очень занятые, там... То есть, работа в первую очередь. Да, то есть, работа в первую очередь, работа, 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 то есть, то, что там сел, там... А вот они как, контактные, вот такие, коммуникабельные, или, вот, это моя территория, вот, соседи, не так, что это, придешь, как у нас, да, с соседями? Да, нет, конечно, отношений таких нет, не знаю, но, в принципе, вот, очень много людей говорят, что Лос-Анджелес, это вообще, как, типа, своя планета, что, вот, в жизни, как люди в Лос-Анджелесе, очень отличаются от другой Америки, потому что, вот, у меня жена американка, у нее родственники, вот, Лос-Анджелес считается Южной Калифорнии, они живут в Северной Калифорнии, около Сан-Франциско, там, буквально, 20 минут, там, как-то отношения более такие... Даже в пределах одного штата, да? Да, даже в пределах одного штата, более, то есть, общительные люди, более простые... У тебя машина, наверное, есть? Есть, машина есть, да. Которая раздавила гитару. Которая раздавила гитару, кстати, да. И есть машина, вообще, в Лос-Анджелесе очень тяжело без машины, это, в принципе, город построен на том, что, да, за счет землетрясений, там, метро, как такового, нету. Общественный транспорт, да, очень-очень долго. Муниципального транспорта практически, только по Санта-Монике, по-моему, там один автобус. Нет, есть автобусы и можно, но это очень-очень долго все занимает, то есть, вот, без машины очень тяжело перемещаться в Лос-Анджелесе. А какая марка у тебя? У меня, вообще-то, мини-вэн, это Плимов Вояджер называется. Ну, она уже такая, ну, не старенькая, ну, уже ей лет 8, ну, вот, фу-фу-фу-фу. Работает очень хорошо, удобно. Ну, у меня для семьи машина большая, мы все туда помещаемся. Семья, три человека, все туда помещаются. У Игоря Васильевича тоже неплохая машина. Неплохая, это Гулия, седьмая модель. Очень хорошая. Да, да. Но что мне... И это не моя младшей дочери. Но что мне больше всего нравится, что в Москве, вот, можно перемещаться без машины, то есть, спокойно. Я, вот, может быть, с того момента, как я приехал, то есть, было где-то чуть больше двух недель, на машине, может быть, два раза мы ездили, все. Пешком и на метро. То есть, ну, приятно, не знаю, мне как-то более приятно пройтись, проехаться, потому что от машины как-то устаешь все-таки. Ну, мы сегодня поговорим и о жизни, и о быте, и о музыке, о стилях, о направлениях. Ну, вот, ты сейчас какую музыку слушаешь, вот, в последнее время? В последнее время я слушаю американскую группу, называется Modest Mouse. Это, как бы, альтернативная, американская альтернативная группа. Вот там есть очень сильное течение. Групп называется Jam Bands. То есть, это группы, которые, как правило, не услышишь на радио, ну, как бы на основных каналах и не увидишь по телевидению. То есть, они известны именно тем, что они ездят по стране и играют в живые концерты. И, то есть, у них уже есть база поклонников, которая просто ездит с ними везде. Это только у них такой образ жизни? В основном у них, вот это определенное течение. Они называются Jam Bands. То есть, Jam, это вот люди, которые просто, типа, очень много импровизации. То есть, они начинают играть на сцене, то есть, может, одна песня 40 минут длиться. То есть, там они в кураж вошли. То есть, как наши среднеоденские акрыны, да? Вошли в экстазии и давай играть. То есть, у них вот там по 100 тысяч человек вот с ними уже ездит. То есть, какая-то определенная группа, которая их знает. Группа поддержки. Да, то есть, они, ну, не только группа поддержки, музыканты отыграли, они спускаются. То есть, там, со всеми здороваются, там, то есть, все их знают, там. Ну, вот такая обстановка, вот. А выпивают, да? Ну, там любят все, и выпить, там, и... Да, ну, насколько я знаю, у тебя немножко другой образ жизни. Ты не пьешь, не куришь. Ну, и ты йогой занимаешься. Занимаюсь, да. Ну, вот и расскажи, пожалуйста. Ну, в принципе, у меня, как бы, ну, не то что... Я когда был маленький, играл в хоккей, в ЦСКА, и от школы меня отправили к зубному врачу, надо было зуб вырвать. Я пришел, мне вырвали зуб и внесли желтуху, заразили меня. Вот, ну, желтуху, там сразу удар по печени, то есть, концерт мне... Не концерт, а хоккейная деятельность закончилась, потому что были слишком тяжелые физические нагрузки на печень, то есть, мне пришлось как-то закончить с этим делом, вот. И потом как-то я пытался что-то пару раз выпить, вот, но печень болит, заболел несколько раз, очень себя плохо чувствовал, решил отказаться. То есть, ты не пошел против своего здоровья? Да, ну, не пошел, да, ну, то есть, просто было невыносимо, думаю, зачем такая мука себя через такое пускать. То есть, люди, которые идут наперекор. Есть, вот, значит, как-то где-то не сложилось, да, а с другой стороны, может быть, это и хорошо, что я и не пью, и ничего, то есть, как-то более к здоровью стремлюсь. И вот, ну, и тоже поэтому как-то начал заниматься йогой, то есть, растяжками как-то. А там ты самостоятельно или тебе друзья подсказали? Ходил там в йогу-студию пару раз, то есть, ты прочитал несколько книг, изучил какие-то жизни. Там профессионалы, там же со всего мира. Да, там есть очень большие профессионалы. Разные традиции собранные. Конечно, конечно. То есть, не то, что я прямо как-то конкретно по этому стилю йога, то есть, у меня как-то более свой стиль. То есть, я вот делаю какие-то упражнения, которые я знаю, вот, ну, от которых я себя хорошо чувствую. Вот я стою, я сделал там растяжку, вот, такие какие-то упражнения там для, там, для раскачки печени, там, уже для желудочно-кишечного тракта, такие вот. Для дыхания делаешь какие-то? Для дыхания, конечно, очень много. Дыхание, слова жизни. Да, там, да, там дыхание змеи, там огненное дыхание, очень много упражнений. Мы как-то в одной из передач с Игорем Васильевичем говорили о питании, вот, и он совершенно спокоен, к этому не притязателен. Ну, я и сейчас кушать хочу. О питании. А как вы, ваши вкусы, ваши... Правда, ну, вот, расскажите, не все же бывают в Америке, не каждый день встречать с американцами. Я могу сейчас рассказать о правильном питании. Когда он был маленький, ну, в школьных, мы на даче живем, вот, и что-то там, жена пожаловалась кому-то, там, да что-то он так плохо ест у нас там. А кто-то сказал, Леночка, не надо насильно кормить, ребенок сам захочет. Он не ел три дня, прибежит домой, водичкой раз и убежал. Матушку, уже потом стоять, пока не поешь, вот это называют правильное питание. То есть три дня ничего не есть, прийти, водички хлебнуть и опять убежать. Ну, не знаю, насколько три дня, но да, была на самом деле такая ситуация, родители даже испугались, отбили меня, хотели отвезти к врачу, и врач сказал, знаете, ничего страшного, пусть ребенок, пока он пьет, то все нормально. Некоторые специально очищают организм. Кстати, об этом, да, я, в принципе, как-то в этом тоже вот вовлекался и читал, вот есть такой известный американский диетолог Пол Брэк, вот он очень много писал. Он вообще был рожден очень больным мальчиком, там у него был, как это, туберкулез, еще какие-то заболевания. Он, короче, вот этим, ну, не то, что, я не хочу правильно, потому что это как-то звучит правильно, не то, что правильно. Все индивидуально. Да, индивидуально. Вот он подобрал себе индивидуальную диету, как жить, короче, он себя избавил от всех болезней. И даже было такое, что вот он, к сожалению, уже скончался, но он погиб вообще, ему было 80 лет, и он катался на, вот, на серф-доске с парусом в океане 80 лет и разбился. И доктора сказали, что вот когда они его разрезали, чтобы посмотреть, что у него, внутренние организмы были как у 25-летнего человека. То есть настолько он себя как-то хорошо поддерживал. Ну, потом я, ну, я тоже как-то этим увлекся, вот читал там несколько книжек Малахова, прочитал там по... Там популярно, да? Ну, не то, что там популярно, но я просто нашел, как книжки на русском языке, и мне было очень интересно. А, ну, получается, как правильно говорится, судьба в своих руках. Конечно, конечно. Потом, в принципе, у нас, вот, о правильности питания в Америке с этим, конечно, сложно. В принципе, там не такого качества продукта еще, как у нас, у нас как-то, потому что не так все заполнено вот этой индустрией продукции, что там ее производят колоссальным количеством, там, с чем угодно. Вот эти Макдональдси, безмадрички. Да, вот за счет этого все-таки как-то наши продукты более качественные, какие-то более сытные, не настолько напичканы какими-то... Да, огромное количество безумно толстых людей в Калифорнии. Правильно, да? Ой, ужасно вообще. Вот это очень большая проблема, вот. Очень большая проблема, на самом деле. Ну, вот, чтобы не было проблем, я смотрю, гитара в студии. Вот, давайте все проблемы решим музыкой. Можно решить проблемы, конечно. Максим, что вы сыграете? Ваше, что за произведение. О вкусной и здоровой пищи рассказывают. Не, ну, как-то просто, просто, в принципе... Мы насытимся музыкой сейчас. У нас из-за глубокой культуры всегда как-то было такое понятие отношения более... Ну, к идее, к столу более требовольное. Да, и не то, что требовольное, а просто более правильное. Что нужно нормально сесть поесть, а не так, что прихватил там, здесь, там, напичкал цепь. То есть, это ты как уже человек, который проживший там много лет, ты можешь сказать, что здесь мы не успели еще испортиться во всех отношениях. Не успели, ну, как, к сожалению, такое ощущение, что, может быть, идет к этому. А в духовном плане, вот наши люди и вот американцы, ну, мы не будем говорить, конечно, за всех и в частности, вот твое просто мнение субъективное. Ну, в духовном плане, я не знаю, этот вопрос такой настолько глубокий и тяжелый, что даже, может, лучше даже за него и не браться как-то. Вот, но отличие, что, конечно, гораздо, в принципе, больше, как бы, альтернативного выбора в Америке. То есть, и, я не знаю, и в духовности, то есть, там, в принципе, все религии мира существуют. Если что-то интересное, можно пойти туда, научиться, туда научиться, там, и в музыке, вот, как, и тут группы. Нет подавляющего. Да, нет, нет такого, что... Такой религии, что... Есть, есть, в принципе, она подавляющая, это католики, католитизм там все, вот, но все равно можно найти очень большую прослойку, то есть, люди, которые... И они не конфликтуют друг с другом, эти конфессии, религии... Ну, там бывают, конечно, но нет, не очень. Там каждые люди, в принципе, они делают свое дело, это делают свое, эти делают свое, никто... Там бывает, конечно, там встречаются, там, эти католики, там, и Кришнаиды, там, и давай, там, ну, Кришнаиды, что там, они танцуют, веселятся, а те им врупры, там, там, Господь, Бог придет, там, вас покарает, ну, то есть, глупость, в принципе. Ну, вот, теперь, я думаю, мы услышим не религиозную и не политическую пьесу, да? Нет, не религиозную и не политическую, жизненную песню, ну, одна из новых мы написаны, называется «Мгновение». Это, которую ты, вот, приехал диск записывать, это она будет... Да, одна из новых песен. Мы послушаем потом. Надеюсь. Я не такой, как был Лишь пять минут назад Да, я себя простил И отпустил печаль Об этом странном сне Сне, в котором Я всегда бегу к тебе Но ты не видишь, что я здесь Есть Мгновение ушло И нет пути назад Есть только лишь сейчас Давай же праздновать Как лучше жизнь прожить Как лучше жизнь прожить Никто не скажет нет Но посмотри в себя И ты найдешь ответ Об этом странном сне Об этом странном сне Сне, сне, сне В котором мы всегда куда-то так спешим Но лишь теряемся в ночи Есть Мгновение ушло И нет пути назад Есть только лишь сейчас Давай же праздновать, давай Бежать из городов, от шумных улиц, от домов Пусть ветер нас несет, валяв снега и в небо свой Вновенье ушло, и в лет пути назад Вновенье ушло Заканчиваем нашу передачу, время уже стекло Спасибо вам большое за то, что вы пришли Кто-то даже из Америки прилетел, то что вы после концерта, после ночного До новых встреч, мы обязательно увидимся с вами в студии До свидания Уважаемые телезрители, спасибо и вам за то, что были с нами на этой передаче До свидания, до новых встреч